Спасибо, Володь, что вспомнил про эту трагедию, как ты справедливо ее назвал, ошибку, когда были депортированы в советское время и у нас. Целые народы именно по принципу этнической коллективной ответственности, тому принципу, который сейчас поразительным, изумившим меня образом защищает руководство Израиля. Спасибо. Почему? Потому что моя семья как раз была жертвами одной из этих депортаций из Крыма, когда депортировали всех крымских этнических армян. Никто до сих пор не понимает, почему. Потому что мой дед и отец моей бабушки в этот момент воевали на фронте, естественно, в Красной армии, естественно, защищали свою страну от фашистов, а их семьи взяли и депортировали. И бабушка – это будущая жена моего деда. Когда дед вернулся и увидел, что его мать и сестра депортированы, дом заколочен, им было сказано, вы имеете право присоединиться к ним. И он тоже присоединился к ним на Урал, куда их отвезли, и они чудом выжили во время этого переезда. И это на всю жизнь, а мне в детстве об этом много рассказывали, конечно же, стало для меня прививкой против самого этого принципа, против этой концепции коллективной этнической ответственности. И когда сейчас об этом заявляют официальные лица Израиля, мне кажется, что я ослышалась, мне хочется вот так уши протереть, и хочется сказать, не может быть, Израиля. Ведь евреи – это народ, который более, чем какой бы то ни было другой народ за всю историю человечества, вы только вдумайтесь, если брать в абсолютных цифрах, в количественном измерении, пострадал ровно от этого принципа коллективной этнической ответственности. Как язык поворачивается у руководителей еврейского государства Израиль, говорить о том, что в Палестине виновны все, называть всех человекоподобными животными. У меня это приводит к очень грустной, неутешительной мысли, что, видимо, семена этого фашизма, а это ведь фашизм, посеянные в человечестве в принципе. И не обязательно в только германской нации, где зародился этот нацизм, потому что итальянский фашизм, он все-таки не был нацистским фашизмом. Германская нация, расстроенная проигрышем в Первую мировую, вспоминая свои там великие романские корни, вот так ответила миру. Оказывается, это у всех может проснуться в какой-то ситуации. И слава тебе, Господи, что я тоже не вижу этого у нас, в том числе на фронте. Приезжают наши ребята, военкоры, рассказывают то же самое, о чем сейчас говоришь ты. Нет ненависти и нет отторжения по отношению к нации. А их, когда слушаешь, хочется напомнить им слова великого русского еврея Иосифа Бродского, который, к сожалению, примерно о том же писал «Скучно жить, мой Евгений, куда ни странствую, всюду жестокость и глупость скажут, здравствуй, лень облекать в стихи их. Далеко же видел, сидя в родных болотах, от себя добавлю и на всех широтах». Вот видеть проявление фашизма на этих широтах – это, конечно, откровение для меня в истории человечества. Вернемся к нам. Вчера в Белгороде похоронили семью нашего сотрудника Хайбера Акифи. Похоронили его четырехлетнюю дочь Амину, похоронили его тесть и тещи. Мама Амины, Олеся, не смогла прийти на похороны своей дочери, единственной Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице. Наш корреспондент, он сам афганец, он работает в нашем афганском спутнике, он освещал последствия землетрясения в Гератии, вернулся в Белгород на пару дней, на окраину Белгорода, где живет его семья, в семью навестить, провести пару дней с семьей. И вот провел пару дней с семьей. В итоге он сейчас в коме, и он еще не знает. Врачи не знают, выйдет ли он из этой комы, а он не знает, что семьи у него больше нет. Что его семью убила Украина, убил Киев, убил Зеленский. И убила та самая Украина, которая, как сейчас уже совершенно понятно, слава Богу, с треском проиграла свое контрнаступление. Контрнаступление, воспетое, если не гомером, а не поэтами-летописцами, то воспетое ими сами, и с их слов, всеми мировыми СМИ, а мировые СМИ сейчас как раз и выступают в роли новых гомеров и поэтов-летописцев. Как дышал, как дышал. Помните этот анекдот? Они провалились, это официально признал уже наш президент. А мы наоборот. И я не буду говорить, хотя бы чтобы не сглазить, что с Божьей помощью мы вроде бы, дай Бог, идем сами в наступление. Назовем это так, как это назвал сегодня наш верховный главнокомандующий, активная оборона. Мы не будем хвалиться, мы не будем искать поэтов, новых гомеров, чтобы это все воспевать. Потому что мы такой народ, мы не говорим, гоп пока не перепрыгнем. В отличие от Украины, которая многожды сказала ГОП, еще не наметив, куда она прыгать-то, собственно говоря, собирается. И я хочу просто от нас всех, кто остается здесь в тылу, поклониться сейчас всем нашим воинам, нашим чудо-богатырям, их командирам, которые удержали это контрнаступление. Потому что очень сложно было поверить, даже мне, не будучи военным аналитиком ни в коем разе, но более-менее понимающим, как работает этот мир, и я понимала, что в это контрнаступление весь Запад, вся эта огромная вооруженная махина, самая вооруженная, самая мощная военная махина, сегодня на Земле вложил все свои надежды и упования, снабдив их огромным количеством, еще приправив денег, техники и таких, как наущений, знаете, когда вот в путь отправляют. То есть они положили на это свою, как они это видят, честь и достоинство. И это провалилось. Как так могло получиться? Так могло получиться только беспримерной доблестью наших ребят, только вот этим вот нашим режимом, который в нас включается позади Москва, как ты сейчас нам рассказывал, да, у ребят, с которыми ты там встретился на передовой, и, конечно, умным, правильным планированием, руководством тех, кто, собственно, это планировал и этим руководил. Мне кажется, мы недооцениваем мощь и дива вот такого провала контрнаступления. Я еще раз призываю всех думаться. Это не контрнаступление Киева. Это контрнаступление всего Запада против нас одних. И мы его блистательно, слава Богу, отразили. И нам очень-очень-очень в этом смысле есть чем гордиться. Давайте будем и гордиться тоже, не только критиковать. Теперь, что происходит на самой Украине, это, конечно, просто вызывает смех. Знаменитый Арестович, простите за вынужденный каламбур, практически уже арестован. Я напомню, это тот самый Арестович, который был психотерапевтом всея Украины с самого начала специальной военной операции, который каждый вечер записывал свои такие бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, он мне напоминал, помните, у нас был такой Кашпировский в моем детстве, который сейчас все будет хорошо, мы вам воду зарядим, контрнаступление будет и все будет отлично. И этими своими успокоительными речами он добился того, что его рейтинг превысил рейтинг Зеленского, за что он, судя по всему, и поплатился, потому что его сняли, года не прошло. Ну, формально сняли за то, что он сказал правду. Ну, а как на Украине, разве можно говорить правду? Сказал правду, все, уволен. Он сказал про одну из ракет, которая у них там упала, помните, что это ракета украинская, а не наша. И так оно, естественно, и было. Ну, его за это сняли. Теперь еще второй, второе лицо этой вот украинской войны, Гордон. Значит, к нему тоже теперь претензии, на него тоже уголовное дело завели. И он что-то там военнослужащих украинских назвал перхотью и как-то еще быдлом. Мне это вообще совершенно все равно. Чума на оба ваши дома, что называется, Арестовича и Гордона, и тех, кто их арестовывает Арестовичей. Но это очень показательно в том смысле, что нам, конечно, нужно всегда приглядывать за Украиной, чтобы избегать соблазна делать, как они. Чтобы нам самим не устраивать вот эту вот бойню пауков в банке. Как это делают они. Мы же все-таки другие. И мы боремся за то, что мы другие. И это нас возвращает к извечной теме, волнующей умы нас с вами и наших сограждан. Все это время к теме про панауехавших. Вот здесь есть наших панауехавших. Здесь есть две стороны медали. И я о них обеих хотела поговорить. Вот эта война, очередной виток израильской, палестинской войны, который, конечно, ужасает своей жестокостью абсолютно с обеих сторон. У меня нет никаких привязанностей и эмоций ни по отношению к Палестине, ни по отношению к Израилю. То, что они творят, те и другие, это просто какой-то жесть. Это картинка с этой несчастной немецкой девушкой, которую узнали по татуировке, с вывернутыми в какую-то обратную сторону ногами. Я даже не знала, что это возможно. Меня просто не оставляет эта картинка. С другой стороны, меня не оставляют мысли о том, что то, что сейчас происходит с газой, вот эта блокада, ну, слушайте, это сильно, да, ничего нет, воды нет, они пьют там соленую воду, у нас там много наших сотрудников, и им говорят, эвакуируйтесь, а эвакуироваться некуда, КПП закрыто. Ну, хорошо, переехал ты с севера на юг, с юга на север, ты все равно остаешься заперт в этой газе, которая в полной блокаде и которая утюжит. Это все, конечно, чудовищно, но как это не наша война резко сбросила маски наших людей. Я просто поражена до глубины души их постами, их фразами, вроде фразы Макаревича, я желаю удачи нашим бойцам. И меня сначала так, я удивилась, нашим бойцам, неужели он про Авдеевку, неужели он про Работина, про Купинск, неужели он имеет в виду вот этих наших ребят там на передовой. Нет, он имеет в виду ребят в Цахале. Понимаете? И это так нам сразу за один день объяснило, почему все эти годы их так конгрючило от нас, от России. Они же пытались нас убедить, что их в России не устраивает Путин, не устраивает Шойгу, Володя Соловьев, больше всех не устраивает. Я их не устраиваю. Значит, во всем вот виноваты такие люди, агрессивные. Почему? Потому что мы противоречим их принципам. Не даем им жить согласно их принципам и настраиваем народ, чтобы народ не жил согласно их принципам. Принципы у них какие? Они за мир. А мы, получается, за войну. Ну, понятно же, что любой нормальный человек за мир, и мир лучше войны, а значит, они лучше, чем мы. А значит, мы плохие. И они просто ждут, когда Россия сбросит эти страшные узы Володи Соловьева, опутавшего его в своем черном, я не знаю, как это называется, камзол или как вот это правильно называется. Сюртук. Сюртук. В своем черном сюртуке отпустит эти свои паучиные, ручищи, лапы, я не знаю, щупальца. И Россия, наконец-то, просветлеет. И они тогда со своими светлыми лицами, со своими снисходительными улыбочками, с известными своими такими нравоучениями вернутся на свою родину, в свою эту просветленную Россию, где уже не будет нас, потому что тебя они повесят на березе, меня они повесят на осине. Вам, вероятно, дадут возможность выбрать дерево по вашему желанию. Ну, в общем, вот такую они рисовали нам картину мира. Оказалось, что эта картина мира была нарисована исчезающими чернилами. Что вы дерево выбираете, Андрей, мысленно. Значит, как только полыхнуло в Израиле, все куда-то ушло. Вот это все, мы за мир, нет войне, весь пацифизм, все принципы до единого куда-то делись, те принципы, которыми они прикрывались, эти вот так называемые ценности. Оказалось, что никаких ценностей нет, что никаких ценностей никогда не было. Оказалось, что ценностями просто прикрывали природную ненависть и омерзение к России. Этими ценностями, так называемыми, которых нет, где они? Как этот человек желает удачи нашим бойцам? Он же за мир. А бойцы, они же воюют. Они же на войне. Мы же другие бойцы. Эти ценности, это были просто отмазкой такой, прикрывающей ненависть к родине. Оказалось, что они не ждали никакого просветления России. Просветление – это когда Россию уничтожат. Надо было сдать Россию Навальному, кому там еще, Каспарову до него, всем, кого они там воспитывали, чтобы развалить Россию. И вот тогда они были бы довольны. Не потому что Россия стала бы светлой, а потому что России больше бы не была. Потому что наш народ, как нам объяснил Андрей Макаревич, это народ там. Там их принадлежность. Вот не знаю, как это объяснить. То, что стало очевидно совершенно сейчас. И всегда был там. И всегда это был цахал. И их всегда корежило, когда мы говорили «служу Отечеству», когда мы говорили «Россия – матушка». Их корежит от нашего Отечества, от нашей матушки, а не от того, что здесь нарушаются какие-то ценности. Их от нас от всех тошнит. А любой медик скажет, что когда тебя от чего-то тошнит, нужно перестать это принимать. И тебя перестанет тошнить. Поэтому чемодан, вокзал, Армения, Израиль, другие страны, которые не воюют со своими соседями, мы скучать здесь не будем. Мы даже умудрились не соскучиться по бабушке всея советской эстрады. Удивительным образом люди на нее совершенно очевидно обиделись. Хотя, казалось бы, какая уж была народная любовь. Абсолютно справедлива теперь к ней претензии. И ролевая модель-то, как оказалось, не они. Никогда ними не были. Ролевая модель в этой ситуации – это Анна Ахматова, которая осталась, всегда могла уехать, когда еще можно было уехать, годами. В начале – гражданская война, революция. И сколько ее уговаривали. И потом она осталась, пережила столькое по сравнению со своей блистательной юностью, как она потом писала за пять лет до своей смерти, показать бы тебе насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской и веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей, как трехсотая с передачей под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний снег прожигать. Мужа ее убили. Он уже не был тогда ей мужем, но все равно близким человеком, отцом ее ребенка, Николай Гумилев. В 21-м его расстреляли большевики. Сына ее, Льва Гумилева, посадили при Сталине, будущего великого нашего историка, ученого. «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». Но она прожила великую жизнь и пережила всех своих мучителей. Моих чуть не сказала. Пережила Сталина. Успела воспитать уже упомянутого великого русского еврея Иосифа Бродского и дать ему первый толчок в большую эту карьеру. И осталась в истории своего народа, в истории нашей культуры, в истории нашего языка великими словами «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был». Вот к несчастью или к счастью, это мы посмотрим. Сейчас наша, как Владимир Владимирович сказал, активная оборона, Божьей помощью, да, свои плоды. И мы посмотрим, у кого там несчастье, а у кого счастье. Но я хочу сказать о другом. Я хочу сказать, что не может быть счастлив человек, предавший свою родину и свой народ. Это невозможно. Но это значит, что у человека нет сердца. А если у человека нет сердца, как он может быть счастлив в принципе? Он чем чувствует это счастье, если у него нет сердца? Он чувствует это карманом. Но карман – это не орган. Он не может чувствовать. Спросите у Иуды, что он чувствовал своим набитым 30 серебряниками карманом, когда у него не оказалось сердца? Что же он такое чувствовал, что ему пришлось, не дожидаясь хохлов, повеситься самому на осине? И все-таки есть другая сторона этой медали. Я про понауехавших. Есть очевидные предатели, чьи эмоции сердца и карманы тоже там. А есть люди, которые не такие бравые, как ты, Володя. Есть люди, которые совершенно не понимают, как можно единственный свой выходной, уже больше года, тратить на то, чтобы ехать на войну и рисковать своей жизнью, как ты, Володя. И я не перестаю восхищаться тем, что ты делаешь. Это просто поразительно. Есть люди, которые испугались мобилизации. И что греха таить? Давайте все-таки, мы же договорились, называть вещи своими именами. Мобилизация была проведена неуклюже, скажем так, мягко. И люди, не такие бравые, как ты, имели основания испугаться и уехать по этому. И теперь сидят, боясь, а как их здесь примут, а не будет ли еще и новая мобилизация, а вдруг какие-то последуют санкции против них, раз они однажды испугались и уехали. Но, понимаете, не все должны быть на фронте. Родине нужны разные сыновья и дочери. Кто-то должен сидеть в своей какой-нибудь там комнатке, попивать свое лато перед монитором и, может быть, придумывать какие-то гениальные штуки, которые будут спасать жизни тех, кто на фронте. Эти люди тоже нужны. И нашей Родине, мне кажется, нужны и те, и другие. И я бы, конечно, предпочла, чтобы мы не сваливались в эту банку с пауками, как Украина, и все-таки разделяли и дали бы понять людям, которые не замешаны в предательстве Родины, в ненависти России, в этих отвратительных пассажах, от которых просто вот так уже. А просто они не такие бравые. Ну, не все рождаются бравыми, не всем так повезло. И мы бы приветствовали их домой. И на этих словах, сказав о неуклюжести мобилизации, я все-таки хочу вернуться к тому, чтобы сказать не просто спасибо, а выразить слова восхищения нашей армии, потому что все, друзья мои, как выяснилось, познается в сравнении. И вот это вот произошедшее страшное, то, что произошло в Израиле, позволило нам узнать кое-что в сравнении. Я напомню, как мы все эти полтора уже года, да, ворчим и в эфире, и не в эфире, ну как же так? Вот, наверное, были ошибки разведки, а вот еще были какие-то отступления, вот, наверное, вот что-то неправильно делали там наши армейские, генералы не туда смотрели. Друзья мои, какие ошибки разведки. Вот ты мне прислал, спасибо тебе, большую аналитику, да, знающего чрезвычайного человека, который говорит, что вот этот укрепленный Израиль, который десятилетиями укреплялся, понимая, какая там угроза, тысяча человек в пропорции к израильским военным 20 к 1, тысяча человек прошли на 40 километров, убив огромное количество людей, взяв в плен огромное количество людей, и армия, у которой было преимущество 20 к 1, не смогла сделать ничего. Послушайте, эти наши какие-то гипотетические ошибки разведки, эти наши, вот мы возмещаемся, беспилотники, к нам летают, еще что-то, ну такая ерунда, если посмотреть на это сравнение. И, конечно, другое сравнение, которое нам невольно предоставляет Палестино-Израильский конфликт, это как они воюют, как воюет и та, и другая страна. До мяса, до жил, до средневековья со стороны Хамаса, до полного игнорирования даже мысли о гуманитарной катастрофе, о гуманизме со стороны Израиля. И когда я слышу у нас от своих друзей в том числе, от очень патриотичных людей в том числе, я слышу призывы, все полтора года это слышу, ну почему мы не устраиваем ковровые бомбардировки Киева? Почему мы не бомбим там ту, там банковую, я не знаю, Крещатик, все что угодно? Почему мы так не делаем и давно бы уже сравняли все это с землей и катались бы там на танках? Вот вам ответ, ребята. Вот поэтому. Потому что мы не такие. Потому что мы не они. И слава Богу, что мы не они. Это делает меня еще счастливее. Потому что мы не людоеды, мы волкодавы. Потому что волкодав прав, а людоед нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok